здравствуйте друзья хочу сказать какие встречи иногда бывают вот вчера а вчера был праздник мы не работали понедельник но праздник и пригласили нас на ну можно сказать вечеринку к мае а мая это риэлтор вы видели ее у нас на канале риэлтор она живет в из палалты она там приобретает недвижимость для каких-то своих клиентов и вот там целую же такая знаете комьюнити собралась наших соотечественников и вот моя пригласила их к себе домой и соответственно мы тоже она она тоже покупала тот дом который у нас там есть некоторые там и живут некоторые просто инвестируют и то есть покупают сдают там вот была такая вечеринка там было не знаю чем 10-12 и вот женщина говорит а ягод вас училась я смотрю на нее и не помню вы знаете я в общем-то помню но лица же я помню ну там ну как же и так я говорю ты когда же это ноги она описывает когда она описывает где описывает вот это место и ведь я понимаю что да и ну да я может перепутал знать бывает нет были случаи когда человек перепутал начинает я же вас будет помню выжигать нас уроки у него мама родная яга фамилия как она называет фамилию и это уходит куда-то в середину девяностых самое начало сказать вот этой портнов компьютер скул и надо сказать что я довольно хорошо помню людей которые были тогда вот скажем первые 500 человек но вот не каждого ну ну почти всех я помню очень хорошо я помню какие-то истории которые с ними были там связаны и если вы читали или может быть захотите когда-нибудь прочитать книжку мою которая есть в виде pdf там ссылка под каждым видео можете и я же ее писал где-то в 2011 году то есть ну скажем через там 15 лет после всех этих событий и я довольно как бы хорошо помнил и сейчас помню людей там их истории там все эти дела то есть они так по голове удерживаются и она называет фамилию и тут я понимаю что какой-то глюк потому что я помню ту женщину я ту женщину помню она у меня перед глазами вот она называет фамилия бух и но не не похоже понимаете бывает 20 лет пройдет и вроде как не изменился а тут 20 там ну с копеечкой лет и как-то но потом уже когда мы там разговаривали на разные темы и так далее в разговорах вдруг там что такое мелькнет такое сякое она стала не то что больше на себя похоже на я стал видеть какие-то знакомые черты которые так сразу в глаза не бросались ну в общем давайте переверну камеру на дорогу в общем так вот интересно получилось женщина поработала в киуэй так лет десять хороших компаниях трудилась а когда она фамилия сейчас на другими вещами занимается это отдельная история и я помню значит когда на фамилию назвала я ей говорю а это с вами была вот эта история я даже помню название компании в которой эта история с ней случилось она уже не помнит она забыла название компании а я помню история была такая что она пошла искать работу это где-то девяносто шестой год примерно так и время такое хорошее был вот пошла искать работу и у нее было одновременно три оффера так в 3 3 местах ее брали там один из них она в итоге взяла но из трех этих компаний была одна довольно известная надо сказать компания в которой она понравилась очень наши студенты понравилось и сначала начальнику ей сказал что там все классно потом как мы сейчас тебе лиду еще позовем пришел лид большой такой рыжий американец элит между делом говорит а как ты в америку попала и то ей говорит ты знаешь есть программа такая для еврейских беженцев из советского союза вот ну и там что после него осталось в этот момент и он ей говорит вот оно что говорит он значит а у меня говорит он есть girlfriend палестинка западного берега вот вы которые теперь типа типа с понтом беженцы значит вы туда пришли вы значит их оттуда турнули и она теперь вот тут беженка начата теперь окажется и вы беженц ну то есть женщину эту трясло от такого разговора она там еле до дому доехала и при том при всем мужик не 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 отнесся к ней плохо он просто сказал такие вещи которые не положено говорить но они хотели ее взять не не то чтобы там кто-то ей на этом основании мог отказать нет но она уже не хотела к ним ей звонит рекрутер и говорит ну как ну что там все и она рассказывает рекрутеру значит там трясясь вот эту всю историю значит через пять минут звонит начальник отдела кадров этой компании это большая компания я я хочу сказать что это большая довольно известная компания уж по тем временам так особенно тогда еще не было вот этого вот интернет бума это было все так компании были гораздо больше на слуху чем сейчас вот когда я стал просто неимоверно много и звонит начальник кадров и извиняется и говорит что так мол и так вот что он вообще ничего не не значит ничего не решает что просто так его по ошибке включили там и туда-сюда и умоляет ее принять оффер вот но на что-то не соглашается идет другое место и так далее так далее но вот даже сейчас я когда я эту историю вспомнил она начала так кипеть то есть вот как ты и тогда зацепила и до сих пор там значит присутствует вот я как бы продемонстрировал тоже класс то есть я помню я даже помню название компании при том что она его забыла то есть вот так но насколько вот лицо я ее не узнал давайте она что она изменила что ли стиль и у нее совершенно другая не то что прическа но вот как брать открытое лицо или лицо там с таким знаете частично закрытые волосами и так далее так далее потом там вроде были прямые волосы сейчас кудрявые ну вот поди разберись пойти и как-то я так не сразу не сразу мы плюс не виделись 20 лет такие вот бывают иногда встречи